Утопический социализм, принятая в исторической и философской литературе обозначение предшествовавшего марксизму учения о возможности преобразования общества на социалистических принципах, о его справедливом устройстве, главную роль в разработке и внедрении в общество идеи о строительстве социалистических отношений ненасильственным образом, лишь силой пропаганды и примера сыграла интеллигенция и близкие к ней слои утопический социализм в древности. Первые идеи о более справедливом обществе скорее всего зародились еще на стадии разделения общества на классы и возникновения имущественного неравенства. Следы подобных воззрений встречаются при изучении как фольклора, так и мифологии народов Азии, Европы и Северной Африки. В древних Греции и Риме зачатки идеи утопического социализма проявились в идущем еще от Гесиода мечтании о возвращении минувшего золотого века, когда счастливые люди не знали неравенства, собственности и эксплуатации. Тема достижения справедливого политического устройства была одной из наиболее обсуждаемых греческими философами, искавшими решение проблемы имущественного неравенства и естественного состояния общества, в котором оно пребывало в доклассовые времена. Нужно также отметить и роль уравнительных реформ с партий, а также платоновскую модель рабовладельческого коммунизма, осуждавшую частную собственность. Значительный вклад в развитие учений об утопическом социализме внесла уравнительная социальная идеология раннего христианства, несущая в общество проповедь братства, всеобщего равенства и потребительского коммунизма. Воздействие этих идей сохранило свою силу вплоть до хаякс века, когда легло в основу теории христианского социализма, предсоциализма в Средневековье. Во время господства феодальных хозяйственных отношений взгляды, близкие к утописко-социалистическим, формировались прежде всего на религиозной почве и выливались в виде многочисленных ересей. Вальденсов, бегардов, таборитов, катаров, лаурдов, апостольских братьев, анабаптистов и других, объяснявших возникновение социального и имущественного неравенства, в первую очередь отступничеством церкви и правящих классов от истинных идеалов, раннего христианства. Несмотря на религиозную форму ересей, они имели конкретное экономическое содержание, выраженное в ожидании всеобщего блага и счастья людей. Наступление тысячелетнего царства пропагандировали отношения, характерные для первых христианских общин. В некоторых из этих сект воскрешались идеалы евангельского учения и создавались самоуправляемые общины с аскетической уравнительностью в потреблении и совместным ведением хозяйства. В редких случаях этот крестьянский религиозный коммунизм перерастал в вооруженное общественное движение, как это случилось позднее средневековья в Чехии, во время гусицких войн и в Германии, во время крестьянской войны 16 века, в 16-17 в.в. С началом эпохи первоначального накопления капитала возникла литература утопического характера. Родоначальником утопического социализма считается английский писатель-гуманист Томас Мор. Его главное сочинение «Золотая книга», столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове утопии. Книги автор показывал несовершенство осуществовавшего строя, бедства крестьян, причину которых видел частной собственности. Он создал идеальное государство утопия, в котором господствует общественная собственность, общественное производство, справедливое распределение. Все жители утопии обязаны работать, а в свободное время изучать науки и искусство. Все произведенное является общественным достоянием, а изобилие материальных благ позволяет распределять их по потребностям. Политический струй основан на демократии. В Италии известным сторонником утопического социализма был Таммазо Кампанелло. В своей книге «Город солнца» Кампанелло, так же как и Мор, создал идеальное государство, в котором господствует общественная собственность, а все блага распределяются поровну между жителями. Идеи первых Мора и Кампанелло являются социалистическими, потому что их авторы понимали связь социального неравенства с частной собственностью. Они воспевали крупные города, а главную роль в создании нового строя отводили государство в лице великого политика, завоевателя, мыслителя, действующих с помощью пропаганды. Примеры утопический социализм в новое время. Одними из первых социалистов-утопистов нового времени были англичане Деже Уинн Стэнли и Джон Биллерс. Во Франции социальные утопии 17-18 веков выливались как правило в форму художественных романов-путешествий, где идеализированное общество добродетельных туземцев противопоставлялось полному несправедливости европейскому обществу. В 18 веке с проповедью революционного несправедения гнета и эксплуатации выступал же Мелье, стоявший на позициях общинного патриархального коммунизма. Для многих коммунистических сочинений того же столетия основополагающим мотивом была просветительская теория одинаковости естественной природы, человечества и вытекающего из этого положения равенства прав всех людей. Исходя из этих идей, Марио и Лига Мобли обосновали коммунизм с точки зрения теории естественного права. Утопический социализм времен просвещения прокламировал право человека на труд и обязательность труда для всех. Социальной справедливости в распределении средств, превращении земли в общедоступную собственность. В годы Великой Французской революции происходила политизация этих идей морального социализма. Тороники эгалитарных утопических идей требовались и общего уравнительного передела земли, ограничения собственнических прав и подчинения их нуждам общества. С дальнейшим углублением революции происходила радикализация взглядов утопистов-революционеров. От наивных первых проектов о мирном законодательном введении общинного коммунизма во Франции, до планов коммунистических преобразований с помощью Сан-Кюлотской революционной диктатуры, квинтэссенции развития радикального утопизма Были взгляды Гракха Бабелфа и Бабувийской программы заговора равных, впервые выдвинувших требования коммунистической революции с введением после ее победы коммунистической диктатуры и обосновавших необходимость переходного периода от капитализма к коммунизму. Выражая взгляды людей до машинной эпохи, Бабувизм показывал идеал коммунистического общества как аграрного и умесленного, развивающегося на основе ручного труда, в распределении предлагал строгую уравниловку, всеобщий аскетизм. Выказывал негативное отношение к людям умственного труда Утопический социализм в Хаексвеке Первой половине XIX столетия движения за осуществление социалистических идеалов возглавили интеллектуалы, из среды которых вышли великие утописты Кассен Симон Шеффурье Роуэн, основатели социализма по определению Ф. Энгельса, впервые развившие самостоятельную теорию утопического социализма в подлинную науку, заменившую обанкротившуюся революционную методику. В вопросе о преобразовании общества на первое место было поставлено создание крупного общественного производства, применяющего новейшие достижения науки и техники, преодолевая привычные представления об уравниловке и всеобщем аскетизме. При коммунизме утописты выдвинули принцип распределения по способностям, изображали будущее общества как общество изобилия, обеспечивающие удовлетворение человеческих потребностей, безграничный рост производительных сил и расцвет личности. Утописты и социалисты говорили о грядущем уничтожении разницы между умственным и физическим трудом между городом и деревней, о планировании производства, о превращении государства из органа управления людьми в орган управления производством и т.д. В то же время печальный исход Великой Французской революции свидетельствовало о несостоятельности действия революционных масс, об определяющей миссии думающего меньшинства и волевых решений отдельных личностей, не отрицая воздействия на общественную жизнь и рационалистических идей духовного мира. В то же время социалисты-утописты возрождали религиозные идеи новое христианство Сенсимона, пантеистическая метафизика и мистическое объяснение природы человеческих страстей и влечению Фурье, новый моральный мир, перевоспитывающий людей при помощи рациональной социалистической религии Оуэна. В это время в среде последователей социализма возникает движение сенсимонизм, фурьеризм, оуэнизм, предпринятые в 20-40-е годы XIX века попытки создания в Англии и США оуэнизских коммунистических колоний, как и более многочисленные опыты по образованию фурьерийских ассоциаций фаланг США, после кратковременных успехов оканчивались неизменным крахом. Та же судьба постигла и корейские колонии Каби. Всего же было более 40 попыток создания в США фурьерийских фаланг. Наиболее известная «Брукфарм» близ Бастона просуществовала с 1841 по 1846 год. В 1830-40 годах в среде социалистов выкристаллизовывается несколько течений. Одно разрабатывало проекты производительных ассоциаций или ассоциаций эквивалентного товара обмена и рассматривало их как основное средство борьбы против крупного капитала и переустройства общества мирным путем на основе сотрудничества классов. Другое течение английских социалистов-рикордианцев объявили прибавочную стоимость плодом несправедливого обмена между трудом и капиталом. И для устранения этой несправедливости выдвинули экономически необоснованную теорию получения рабочими полного продукта их труда. Тем не менее, в Англии это течение косвенно способствовало развитию чертийского движения. В среде тайных революционных обществ Европы 30-40 годов XIX века создавались учения не об обувийского коммунизма, с его требованием немедленного коммунистического переустройства путем революционного переворота и введения революционной диктатуры, вводящей общность имущества. Во Франции эти воззрения разделяли Тедезами, Ж, ЖП и Обланке, Аллаппонере и другие. Использование теоретиками социализма и коммунизма этого времени некоторых идей утопического социализма позволило им сделать важный шаг от уравнительных принципов к коммунистическому принципу от каждого по способностям, каждому по потребностям. В произведениях Дезамиева и Вейтлинга теория утопического коммунизма достигла своей вершины. Близкую форму к утопическому социализму представляли взгляды китайского революционного демократа Суньячина. Таким образом, можно констатировать, что учение утопического социализма было не региональным, чисто европейским явлением его идеи. Соединяясь с идеологией национально-освободительных движений выдвигались также в странах Африки, Азии, Латинской Америки. Утопический социализм в России Предшественниками идей утопического социализма в России в конце 18-19 столетий были А.Н. Радищев и П.И.П.С.Тель. Особенно широкое распространение получили эти идеи в 30-40-е годы. Социалистические взгляды А.Герцена и Н.П. Огарева, возникшие под влиянием трудов С.Симона и Фурье, положили начало социалистической традиции в русской общественной мысли. В то же время ранее русский утопический социализм представлял собой разновидность христианского социализма. Такой религиозный социализм продолжал существовать и позже среди некоторых петрашевцев и народников, а также членов Кирилла Мефодиевского общества. В 1840-х годах среди наиболее ярких представителей русского да марксистского социализма мы видим А.И.Герцена, Н.П. Огарева, В.Габелинского, М.В.Петрашевского, В.А.Милютина. Суть социалистического учения они понимали как антропологическую идею природы, полной реализацией которой только и может быть социализм, и историческая диалектика мирового разума, понятого как дух человека, изначально стремящегося к строю братства и равенства. В 60-70-е годы XIX века в России в результате длительных социально-теоретических исканий возникает особая разновидность утопического социализма, русский или крестьянский социализм, получивший название народничество и в рамках которого в основном и происходило развитие социалистической идеи в России во второй половине XIX века. Впрочем иногда рассматривались и иные возможности строительства социалистического общества, например, через создание крупной промышленности. Наиболее глубокая концепция русского утопического социализма была разработана Н.Г. Чернышевским, которого В.И. Линия считал величайшим представителем утопического социализма в России. В 70-80-е годы представители утопического социализма также заимствовали у марксизма его отдельной идеей.